Русский министр Сергей Лавров Добивались всеми правдами и неправдами и различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они конечно же подают под соусом так называемой российской агрессии. Ничего хорошего это не принесло. Дискуссия по крайней мере в части выступлений западных делегаций, прежде всего стран семерки, сбивалась на эмоциональные заявления и все это конечно делалось в ущерб нормальному обсуждению тех проблем, которые реально стоят на повестке дня группы 20. В итоге принять итоговый документ от имени всех министров не получилось, как я уже сказал. Если быть конкретным, Запад настаивал на воспроизведении текста по ситуации вокруг Украины, который был согласован на саммите 20-ки в прошлом году на Бали, и игнорируя полностью наши аргументы о том, что с тех пор произошло немало событий, включая чистосердечные признания госпожи Меркель, господина Оланда, господина Порошенко, да и самого Зеленского, что никто из них не собирался выполнять минские договоренности, и целью подписания минских соглашений с точки зрения западных интересов было выиграть время для того, чтобы накачивать Украину оружием и ее к войне против Российской Федерации. Категорически отказывались упоминать этот факт, который общеизвестен, но с которым спорить просто нормальному человеку невозможно. Также отказывались они в этом контексте принять еще один факт, который отражает происшествие... ...все все еще один факт, которые виноваты в Киеве, и 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 в Киеве. Он уже исполнился к Индии, в очень ironicом, исполнился к Индии, ...все все еще один факт, и в Киеве, и в Киеве, и в Киеве, и в Киеве, и в Киеве. И он вышел с очень, очень сильным, агрессивным, на северные страны.